А в России электронные системы обработки данных собираются использовать, чтобы справляться с очередями в поликлиниках. Как это работает в регионах, узнали наши корреспонденты. У большинства из нас негативный опыт обращения в государственные поликлиники. Больные обычно ходили туда, чтобы посидеть в огромных очередях, поскандалить в регистратуре и растерять остатки здоровья. Своего или своего ребенка. Мы сидели в очередях по 3-4 часа. Бывало такое, что не один, а два участка один врач принимал. Очень тяжело. Записи на прием к врачам нет. Только единственное, что записывают на анализы и все. Там было тяжело. Но теперь все кардинально изменится. С ноября 2016 в стране запущен проект «Бережливая поликлиника». Начали в тестовом режиме всего с 6 поликлиник. Постепенно к эксперименту присоединилось 40 регионов страны. В том числе Рязанская детская поликлиника номер 7. И уже через 5 месяцев здесь впечатляющие результаты. В 6-7 раз уменьшилось срок ожидания у регистратур. Вы видите, да, что у нас практически нет народа. Благодаря перераспределению функций. Функции администраторов разделены. Одни принимают звонки, другие записывают на прием. И одно из нововведений. Единый талон на медосмотр малышей. Для удобства родителей были созданы талоны таким образом, чтобы они не стояли в очереди, а в течение 40-50 минут проходили всех врачей. Вызвать врача на дом тоже стало гораздо проще. Телефон многоканальный. Записаться можно и через интернет безо всяких звонков. И сам прием тоже изменился. Доктор гораздо меньше пишет, а больше занимается пациентом. Часть работы, которую выполнял врач, взяла на себя медицинская сестра. И вот благодаря перераспределению этого времени увеличилось время контакта с пациентом. Следующим этапом в Рязани планируют отдельный вход для заболевших детей, чтобы отделить их от здоровых. А в Ижевске это уже сделали. Для этого организован отдельный вход, отдельная колясочная, отдельный кабинет, который позволяет разделить полностью потоки, для того, чтобы они не смешивались. Конечно, такое переоборудование здания требует больших вложений. Но даже мелочи способны резко сократить очереди в ту же регистратуру. Например, корзины с карточками пациентов. Их откладывают заранее. Вот перечень пациентов, которые должны прийти на прием. И вот здесь лежат уже карты, медицинские карты этих пациентов, которые придут. Эта корзина отправляется в кабинет. Сами бумажные медкарты постепенно себя изживают. На смену им приходят электронные. Как и электронные рецепты, электронные больничные и электронные талоны к врачу. Все гораздо современнее, удобнее и быстрее. Во взрослом отделении тоже оценили проект «Бережливая поликлиника». У нас на каждом выходе есть доска предложений. Очень активная. Можно в бумажном виде свои пожелания отпускать. Можно написать в виде пламастера на доске. Очень активно доска работает. Пациенты любят писать. В планах Минздрава к 2022 году перевести на принципы бережливости 95% поликлиник страны. Денис Демишин, Дарья Смирнова. Деловой.